Приветствую вас. Вы знаете, чтение вашего текста у меня вызвало ощущение такое, что вы боитесь ответственности, вы боитесь ответить, вы боитесь рискнуть, вы боитесь прыгнуть. Я поясню, что я имею ввиду. Понимаете, глобально ваша проблема в том, что вы не можете доверять и не можете раскрываться, то есть не можете полноценно включиться, судя по всему, в какое-то взаимодействие. Я не берусь сказать по отношениям, я не знаю, насколько вы действительно не можете включиться в отношения. Ну, я имею ввиду с друзьями, со своими, с любимыми людьми, вот. Мне, кстати, показалось, что именно романтических отношений у вас на данный момент нет. Вот. Но у меня есть четкое ощущение от того, что вы боитесь, что вы не включаетесь полностью в то, что делаете. Зачастую, вот, вы говорите, что ваша личность не размывается, здесь вы говорите об этом как о чем-то хорошем. И это правда хорошо. Но мне также видится и то, что не размывая границы своей личности, сохраняя ее и внешне выглядя достаточно живосткой, сдержанной, как вы говорите, закрытой, каменной, вы все же испытываете сложность полноценного переживания какого-либо, каких-либо чувств и каких-либо эмоций по поводу чего-либо. То есть, если говорить просто, то вы боитесь переживать, например, счастье, потому что вам сделают больно, да? Вот. И это, мне кажется, какая-то вот глобальная такая проблема, что именно вот вы не готовы ни за что полноценно ответить. Свой вопрос вы также задаете с очень, ну, как бы сказать, большой осторожностью, да? То есть, у вас много рационализации в тексте и самокритичности, почему-то вы считаете самокритичность это инструментом самоанализа, хотя на самом деле это не так, вот. И почему-то вы вообще занимаетесь самоанализом, хотя это вообще очень вредно и лучше это делать, ну, со специалистом, со психологом, но этим, на эту сторону вы не смотрите. То есть, вы задаете вопрос, вы признаете, что у вас есть проблема, но эту проблему вы пытаетесь как-то вот принимить. То есть, сказать, что это, ну, не так важно, это не так вообще, как бы, значимо, что это не горит, что и так далее. Что я утрирую, да? Да вот. То есть, есть ощущение, что вы, вот, не готовы за что-то полноценно ответить. И то, что вот вы описываете своих родственников, как вы описываете своих родственников, да, что у вас там бабочка там в конце жизни в алкоголизм ушла и прочее. И то, что вам снятся определенные места, это вот как раз мне, как мне видится история вытеснения своих желаний. То есть, важно не то, что вам снятся эти места, важно то, с чем они вас ассоциируются, как к вам приходят мысли о них, об этих местах. И с чем они у вас связаны, понимаете? То есть, ну, можно сказать, что если вы об этом думаете, если вам снятся сны, то вам чего-то в этом хочется. Скорее всего, это ассоциируется у вас со свободой. Потому что тот факт, что вы закрытый человек, тот факт, что вы сдержанный человек, судительствует о том, что вы, ну, вероятно, склонны все контролировать и, вообще-то говоря, склонны поступать осторожно и не спонтанно. А свободы хочется. И то, что вас ассоциируют с этими местами, вероятно, и свобода. Свобода и люди, с которыми вы сейчас общаетесь, тоже ассоциируют вас в некоторой степени со свободой. При том, что вы понимаете, что у этого есть очень сильная негативная сторона, вы понимаете, что у этого есть очень сильно отрицательная сторона. При этом вы не хотите воспевать это, вот эту культуру, и здесь вы правы. Но свободы вам хочется. Понимаете? Свободы вам хочется. И, как мне кажется, ваша история, это история про то, как вы приоткрили завесу и немножко пообщались с людьми, которые когда-то, по вашему мнению, хоть вы, вероятно, никогда в этом себе не признаетесь, были свободны. Да? С кучей минусов. Да? С кучей недостатков. Да? Теперь эти люди расплачиваются. Но они были свободными. И, вероятно, когда-то они были счастливы. Когда-то они были счастливы. Так. Так кажется вам. Вы же, вы, как мне видится, не готовы, вот, как это сказать, броситься вам с головой ради чего-то. То есть вы всегда стараетесь состоронничать, всегда стараетесь, кто-то защитится и так далее. Вот. А это вот то, что мне видится, исходя из того, что вы написали. И, соответственно, здесь, ну, как бы, действительно у вас есть проблемы с доверием. Действительно у вас есть проблемы с сближением. Но, эээ, я думаю, что именно вот, понимаете, я думаю, как? Я думаю, что с личными границами у нас все в порядке. Я думаю, что вы выставляете их достаточно хорошо. Я бы даже сказал слишком, потому что, эээ, ну, вот, читаешь ваш текст, да? И чувствуется, чувствуется, что человек хочет засидеть на двух, как бы, стульях, да? То есть, с одной стороны, он хочет и проблемы с вами поделиться. В то же время, ээ, хочет показаться таким вот независимым, самостоятельным. Вообще-то у нас все в порядке. Но вот, ээ, меня, как бы, интересует эээ, такая, такая проблема. Знаете, я, ээ, был на вашем месте, я вел себя примерно так же. Я понимаю, эээ, как это, когда ты хочешь, эээ, и проблему какую-то решить. И в то же время показаться тебе вообще-то все равно, и не так ты заинтересован. Вот. С вас здесь, ээ, личные границы даже слишком сильно, к сожалению, во вред вам работу. Эээ, проблемы не в личных границах. Хотя вы правы. Эээ, их, ээ, сделать, их нужно сделать более гибкими. Но, за счет чего они будут более гибкими? За счет чего? За счет, эээ, большей пластичности, да? Эээ, это, в принципе, одно и то же. Скажете вы, пластичность и гибкость, и будете бравы. Но мне пластичность нравится больше. Пластичность — это качество. А гибкость — это все-таки некое такое созерцательное что-то. Вот. Образование. Так вот. Пластичность образуется за счет принятия. Чем больше вы можете что-то человека принять, тем более пластичной вы будете. Тем более пластичностью вы будете обладать. Но, когда человек может больше принять? Тогда, когда он доверяет сам себе. Тогда, когда он уверен в себе. Тогда, когда он не сомневается в себе. Знаете? Что бы он не чувствовал. Например, эээ, ну, вот, можно, наверное, привести в качестве примера. Здесь, эээ, священнослужителя, да? Который, эээ, выслушивая грехи, да, других людей, эээ, принимает их совершенно спокойно. И при этом они не, эээ, колеблят его веру. Потому что его вера сильна. И человек не прикладывает никаких усилий. Понятно, я немножко идеализированно сейчас говорю. Но просто, чтобы вы поняли. Эээ, человек не прикладывает никаких усилий для того, чтобы эту веру удержать. Потому что он, как бы, просто отдается, эээ, во власть своих, ээ, своим чувствам. И, в принципе, все. Ему больше не жена. Он просто доверяет своим чувствам. И доверяет своим чувствам. И полностью принимая их. Он, он, он может, эээ, доверять чувствам другого человека. И полностью принять тоже их. Вы же этого боитесь. Вы же боитесь принять, принять полностью других людей. Потому что вы не полностью доверяете себе. И не полностью принимаете себя. Эээ, из-за этого вам могут сделать больно. И обидеть вас. Потому что, эээ, когда нам делают больно. И когда нас обижают. как раз-таки тогда, когда задевают наши конфликты, когда указывают нам на наши уязвимые слабые места. И боль создаёт даже не сами эти слабые места, они есть у всех, а боль создаёт то, что нам как бы высвечивают эти слабые места, нам показывают их, мы-то пытаемся сделать вид, что их нет, а нам на них обращают внимание, и от этого нам больно. И мы обижаемся на других людей, но по факту мы перекладываем ответственность на них за то, что мы сами в себе не принимаем. Вот, поэтому мне видится история вот примерно такой, мне видится история такой, то есть это вот такая картинка. Ну, что касается в целом идеи созависимости, да, с которой вы, в принципе, так или иначе столкнулись, прямо или косвенно. Ну, помимо того, что здесь есть неопределённость, да, то есть вы оставляете за собой право, вообще-то говоря, в любой момент от всего отказаться, сказать, что нет, вы знаете, ну вот там, вы знаете, уважаемые специалисты, всё это очень хорошо, но вообще-то мне не подходит, я, у меня нет вообще-то никаких проблем и так далее, да, это вот если вы почувствуете угрозу, то есть если почувствуете, что вам высвечивают что-то, от чего вы бежите, ну вот, либо вы можете наоборот сказать, о, типа классно, отличная идея, всё, спасибо большое за мысль, мне очень помогли и всё. Но, знаете, как бы суть в том, что не бывает людей, как бы созависимых наполовину, да, это не бывает вот людей, там, не знаю, зависимых от чего-либо наполовину, там, зависимых от чего-либо, там, ну, например, от курения, да, зависимых для алкоголя, ну, не бывает таких людей, не бывает, не бывает наполовину алкоголиков, бывают просто алкоголики и не алкоголики, а вот наполовину алкоголиков не бывает. То же самое и здесь, понимаете, если вы оказались на группах созависимых, да, допустим, или группозависимых, неважно, то есть, в принципе, всё не имеет значения, то вы либо на этой, на этих группах присутствует как созависимый партнёр или созависимый, или жняете проблему зависимости и созависимости, у которой есть конкретные причины и конкретные основания, и конкретные, конкретная функциональности и субъективная структура, либо вы не являетесь созависимой или созависимой, и в таком случае вы пришли в группу решать какую-то другую свою проблему, но, тем не менее, проблему, да, там случайных людей в таких местах не было, как правило, именно случайных людей. И вот вам важно предоставить, какую именно проблему вы пытаетесь себе решить, какая именно проблема. Вот есть у вас чувство вины и стыда, допустим. Это агрессия, невыраженная агрессия. Вследствие вашей сдержанности. Мало хорошего, конечно же. Необходимо учиться эту здоровую агрессивность проявлять. Повторюсь, здоровую агрессивную. Здоровую. Не чрезмерную. А чувство вины, помимо всего прочего, это еще необходимость следовать определенным требованиям и соответствовать определенным ожиданиям. С возможным наказанием себя за несоответствие этому, за несоответственность соответствовать и следовать этому. Чувство вины еще про это. Дальше. Значит, насчет вот самоуважения. Я это даже вычитал. Многие очень интересные занимаются своим делом успешнее многих изначально независимых и прочим. И не привыкли расшириваться хорошими людьми, если они предлагают общение. Вот, понимаете, на первый взгляд, вроде бы, ну, в принципе, все понятно. Но, в счетом того, что у вас есть пресловутая двойственность, я хотел бы на этом остановиться немножко, попробовать. Во-первых, если вам интересны люди, то чем конкретно они вам интересны? Интерес для себя нужно четко осознать. Желательно, как можно более четко. Это полезно, в первую очередь, вам самой. Одно дело, если интерес этот, ну, ваш интерес, связан с какой-то, ну, какой-то ценностью, да, каким-то увлечением, каким-то хобби, это хорошо. Другое дело, если люди интересны вам сами, как таковые. Это уже куда более деликатная история, потому что, когда человек интересен сам по себе, здесь возникают различные нюансы, и последствия проявления этих нюансов могут быть не самыми лучшими. Далее, успешность и сравнивание с другими людьми, ну, здесь ощущение, что вы пытаетесь как будто что-то доказать. Просвучит банально, но такое ощущение, что вы хотите доказать, что и зависимый человек может быть успешным. То есть, такое ощущение, что вы, как бы, пытаетесь сказать, ну, если я вдруг даже стану зависимым, я не стану от этого хуже. Вот что вы пытаетесь сказать. Ну, возникает вопрос, а для чего вам здесь становиться зависимым? Это переносит вас к тому, с чего я начинал, к вопросу свободы. Вот. Дальше. Я не привыкла расшириваться хорошими людьми, если они предлагают общение. Вам покажется вероятно странным то, что я скажу, но есть ощущение, что вы людей воспринимаете как-то вот, ну, не знаю, как-то, как-то материально. Ну, вот, здесь. То есть, что это значит расшириваться хорошими людьми, которые предлагают общение? Ну, человек может предлагать общение, человек может быть хорошим, но он может быть неинтересным. Да? Вот просто неинтересным. Чего неинтересным. И такого человека нужно оттолкнуть, потому что, делая это, мы продвигаем, защищаем, относимся с уважением к своим интересам, к своим собственным интересам. И это важно. А вот если вы говорите, что этот человек хороший предлагает общение, то, ну, расшириваться им нельзя. Ну, и без разницы, что этот человек интересен или неинтересен. Так, по крайней мере, выглядит для меня. Скорее всего, вы поправите, скорее всего, вы объясните, но лучше вам этого не делать. Лучше бы посмотреть на это вот в общем. Да? Следующий момент. Хороший человек. Это оценка. Что есть? Хороший человек – большой вопрос. Потому что хороших и плохих людей не бывает. Это исключительно субъективная история. Кто хороший, кто плохой. Здесь очень важный нюанс. Обратите на это внимание, как часто вы используете хороший, плохой в своих категориях. И еще для вас это значит. Я не буду раскрывать всю важность данных конструкций. Скажу только, что это очень субъективная история. То есть, это достаточно ограничивающая история. Вот так я бы ответил вам на ваш вопрос, да? Вот так я ответил бы на ваш текст. Определенностей вам не хватает. Она... Есть проблема? Есть. Ее решать нужно. Не вот в таком ключе послушать мысли, а с конкретным психологом, с конкретным специалистом, решать конкретно ваши проблемы. Понимаете? Выявлять, что вас беспокоит и так далее. Но для начала, наверное, стоит бы признать, что все, абсолютно все, люди слабы. И вы слабы в том числе. И у всех людей есть проблемы. И у вас есть проблемы в том числе. И наличие проблем, оно делает вас хуже, хуже. Понимаете? Оно делает вас плохой. Наличие у вас, вот вы говорили про бабочку, что она, значит, зависимая была, и что вы потом там отмывали квартиру, и что еще один родственник, то же самое, ну, тот же момент у него был. Ага, это делает вас участником треугольника Карпмана. То есть, это делает вас жертвой. И в какой-то степени вы ведете себя как жертва, когда говорите, что там, боитесь довериться, боитесь влюбиться и так далее. кстати, вот еще интересно, если вы боитесь влюбиться, то значит, вы хотите влюбиться, вы хотите любви. Не мешало бы подумать, из чего проистекает эта бодребность, именно бодребность в любви, чего не хватает вам. Так вот, вы жертва. Если я правильно понял вашу историю, у жертвы есть ряд нюансов, главный из которых это отсутствие личной ответственности за свое действие и неготовность по факту полноценно расплачиваться за то, что человек делает. из-за этого могут быть неуместные вспышки агрессии, неуместные вспышки раздражения, неуместные вспышки холодности, вот как у вас, да, вы говорите, что вы боитесь, что люди там как-то вот меня неправильно поймут и так далее. То есть, вы говорите об отсутствии конгруентности, то есть об отсутствии соответствия того, что происходит внутри вас и того, что происходит вовне. Вы боитесь этого. Вы боитесь управлять свои чувства. Отсюда не очень естественное поведение, поведение и отсюда проблема, проблема с контактами, понимаете? И отсюда собственно важно ощущение, что вы чужа, потому что вы пришли в среду, где вам по идее легче выстраивать общение с людьми. Но эти люди зацепили и заинтересовали и собственно послужили одним из пусковых механизмов публикации вопроса, потому что вам не хватает общения, вероятно. Вам не хватает общения. Именно поэтому вы и людьми хорошими разбираться не хотите, потому что вероятно недостаточно вам общения, общения искреннего, общения полноценного, общения, которое нравилось было, а это связано только с тем, что вы не конкурентны. И этот навык тоже можно и нужно вырабатывать, этот навык тоже можно и нужно развивать. Чтобы вы были естественны, чтобы вы были такой, какая вы есть, и чтобы вы получили то, что вам подходит, кто бы это ни был, в какой бы форме ни было, неважно. Но чтобы это было. А сейчас у вас вероятно есть неудовлетворенность, что вы хотите большего, вот ключевой момент, вы хотите большего, а большего не получается. Больше для вас пока что связано с болью, с обидами и так далее. Ну, это достаточно типичная история для людей, у которых есть такие вот проявления жертвы, жертвенности определенной. Потому что жертвенность, ну, такие вот жертвенные люди, они как раз таки склонны к тому, чтобы с одной стороны растворяться в определенных людях, то есть определенные люди выпускают у них триггер, с другой стороны достаточно закрытым быть с другими людьми. Вот. Вот, в принципе, и все, что я хотел бы вам сказать. Не почувствует себя человек чужим, тот, кто все-таки знает, куда он идет, что ему это стоит и готов ли он за это платит. Нигде такой человек чужим себя не почувствует. И уж точно у него не встанет вопрос о том, что эти люди какие-то, а эти люди какие-то другие. Все люди едины, все люди одинаковы. Все люди имеют равный набор трудностей, равный набор недостатков и достоинств и явный набор слабостей и проблем. Равный. Проявляется по-равному. Но равный, как все люди, в общем-то, всем-то гениал. на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. отлично. Спасибо за субтитры.